Ubisoft подтвердила, что в Assassin's Creed Shadows можно будет призывать рекрутов для боя. В Dragon's Dogma 2 появился новый кастомный класс — Assassin. Серверы Concorde официально отключены, всего через две недели после одного из худших запусков игр в истории. Разработчики Frostpunk 2 рассказали, как работает управление несколькими колониями, а также наши яркие и красочные дисплеи Originable и Originable HDR. Все это сегодня в выпуске. Всем привет, с вами Никита, это Аруджи, пульс новостей Репабликов, геймерс, инновации, технологии и крутые новинки по продуктам. Это все про нас. Сегодня пятница, а значит новый очередной выпуск. Свежая порция актуальных новостей и много интересной и полезной информации. Всем приятного просмотра. Погнали! Ubisoft подтвердила, что в Assassin's Creed Shadows можно будет призывать рекрутов для боя. Ubisoft уже подтвердила возвращение некоторых ключевых элементов, таких как двойные убийства, но последняя новость не может быть самой любопытной для некоторых фанатов. В официальном в X бывшем твиттере было опубликовано изображение, где Наоуэ призывает рекрутов из Братства для поддержки в бою. Игроки смогут призывать своих рекрутов в Синоби для поддержки в бою, что намекает на работу механики аналогично той, что была впервые представлена в Brotherhood. Остается надеяться, что рекруты в Shadows будут более полезными, чем в Assassin's Creed 3. Хотя это не первый раз, когда Ubisoft упоминает о возвращении системы рекрутов. Судя по всему, для многих это стало новостью. При первом анонсе Shadows на официальном сайте говорилось, что игроки смогут построить сеть шпионов, чтобы они были высшими глазами и ушами. При этом отмечалось, что некоторые рекруты будут обладать особыми способностями для выполнения миссий. Эти ранние намеки указывали на улучшенную систему рекрутов, а теперь Ubisoft подтвердила, что их можно будет призывать и в бою. Пока неизвестно, будут ли в игре специальные миссии для рекрутов, как и в предыдущих частях. Ну что ж, ждем. В Dragons Dogma 2 появился новый кастомный класс – Assassin. Помните мод на класс Самураи и Ниндзя для Dragons Dogma 2, вдохновленный Final Fantasy и Ghost of Tsushima? Если такой вам по вкусу, то есть отличные новости. Его создатель выпустил новый мод, который вводит в игру класса Assassin. Навыки этого класса были проработаны с использованием существующих умений и ассетов из Dragons Dogma 2 с помощью инструмента Skillmaker от Alpha Zomega. Как отмечает сам модерн, класс Ассасина включает три ключевые техники боя – техники Самурая, техники Ниндзя и запрещенное искусство. Ассасин был разработан для тех, кто предпочитает быстрые, гибкие и адаптивные стили боя. Однако стоит учесть, что некоторые способности наносят урон по области, что может зацепить ваших союзников. Модер также рекомендует использовать одноручные мячи для этого класса – как щитом, так и без. Сегодня в выпуске я хочу немного затронуть тему наших дисплеев. Те, кто следит за развитием бренда, то многие знают, что мы создали свой стандарт, который гарантирует высокое качество дисплея – и это OriginEbola. Итак, в 2023 году мы расширили линейку наших ноутбуков, доступных с дисплеями OriginEbola. А в этом году, в 2024 к составу с этими дисплеями присоединилась еще одна модель – обновленный ROG Strix Car 18. Сразу стоит отметить, есть два варианта дисплея – это OriginEbola и OriginEbola HDR. Увидев такое обозначение, вы можете вообще не сомневаться в качестве цветопередачи и скорости обновления матрицы этих устройств. Сам стандарт дисплеев OriginEbola подразумевает, что матрицы с разрешениями 4K и QHD и их варианты с соотношением сторон 16 на 10 обновляются с частотой от 120 Гц, а у экранов FullHD максимальная частота обновления начинается от 240 Гц. Также все дисплеи OriginEbola полностью охватывают цветовой диапазон DCI-P3, поддерживают HDR, адаптивную синхронизацию, переключатель графики Max Switch, дисплейный мультиплексер. Прошли сертификации Pantone и TubeRainland, отображают 8-битный цвет, а в Nebula HDR это аж 10-битный цвет, а их яркость составляет минимум 500 кд на квадратный метр. А вот для самых требовательных пользователей имеются экраны стандарта OriginEbola HDR. Их подсветка разбита на 512 зон локального затемнения, что позволило поднять яркость с 500 до 1100 кд на квадратный метр. Контрастность 100 тысяч к одному, поддержка Visa дисплей HDR 1000 и Dolby Vision HDR. Это потрясающий показатель 1100 кд на квадратный метр в экране ноутбука. Считается, что показатель от 1000 нит является достаточным уровнем яркости для работы с дисплеем при ярком солнечном свете. Дисплей остается максимально комфортным для глаз, и вы с легкостью сможете заниматься своими делами, работая или играя за устройством. Дисплей с такими характеристиками идеально подходит для HDR-контента. Точность цветопередачи сохраняется по всему диапазону яркости экрана. Еще один важный нюанс, который требует внимания о дисплее оружия Nebula HDR, именно HDR. В данном стандарте дисплей с подсветкой на мини-светодиодах. В обычных ЖК-панелях применяется подсветка в виде нескольких светодиодных ламп. Поскольку те всегда включены, темные фрагменты изображения могут выглядеть белесыми. А вот модуль обработки изображения Nebula HDR Engine служит для снижения эффекта засветки при увеличении мультизонам затемнений. Он основан на алгоритме искусственный интеллекта. Поэтому модуль обработки изображения Nebula HDR Engine в сочетании с эксклюзивным алгоритмом локального затемнения обеспечивает качественное отображение любого контента, без эффекта засветки, который бывает заметен на некоторых HDR-панелях. Модуль обрабатывает до 250 кадров за одну секунду и снижает на 25% эффект засветки. Изумительные цвета, высокая контрастность, плавность отображения динамичного контента — все это предлагают игровые ноутбуки ROG с передовыми дисплеями. Вы сможете увидеть все так, как задумано авторами и реагировать на происходящее в игре на шаг впереди оппонентов. Серверы Concord официально отключены всего через две недели после одного из худших запусков игр в истории. Concord больше нет. Геройский шутер от первого лица был запущен всего две недели назад. Но из-за низких продаж и прохладного приема PlayStation остановила продажи, вернула деньги за все копии, а теперь полностью отключила серверы игры. После восьми лет разработки, неожиданная отмена Concord делает его претендентом на звание худшего запуска 2024 года, а возможно и одного из худших провалов онлайн-игр десятилетия. Даже Endem и Evolve продержались дольше. Endem хотя бы пыталась спастись благодаря пост-релизному контенту и сезонным обновлениям, прежде чем поддержку закрыли через два года. Evolve, несмотря на запуск с 44 наборами DLC, пережила несколько месяцев попыток исправить ситуацию, прежде чем серверы были окончательно закрыты в 2018 году. Что делает ситуацию с Concord уникальной, то это скорость провала. За короткое время после релиза игра была не только снята с продажи, но и полностью выведена из строя. И хотя Concord все еще должна появиться в рамках телесериала Secret Level от Amazon, судьба самой франшизы остается неясной. В последние дни существования игры многие игроки отчаянно пытались получить платиновый трофей, бросая своих персонажей с карты. Теперь, когда игра ушла в офлайн, тем, кто не успел, остается только смириться с утратой. Разработчики Frostpunk 2 рассказали, как работает управление несколькими колониями. В последнем дневнике разработчиков Frostpunk 2 перед официальным релизом была раскрыта новая функция – возможность управлять несколькими колониями. Это наведение позволяет игрокам создавать более значимые автономные колонии с собственной экономикой и логистикой, что делает возможность сосредоточиться на развитии меньших поселений среди ледяной пустоши. Игрокам придется внимательно балансировать население между городом и колонией, так как выживание становится еще более сложным. В дневнике разработчики Лукаш Кущик и Якуб Стокальский рассказали, что для создания колонии нужно переселить часть населения из центрального города. Несмотря на это, контроль остается за новым Лондоном. Никаких независимых делегатов и выборов в колониях не предусмотрено, и каждая колония требует внимательного управления. Для защиты новых колоний игрокам придется отправлять дополнительные команды, которые будут обеспечивать их безопасность. Важно отметить, что в колониях нет собственных советов, так что все социальные проблемы остаются в главном городе. Хотя управление несколькими колониями может показаться сложным, каждый из них может специализироваться на определенном производстве, что позволяет эффективно обеспечивать главный город ресурсами. Однако, если основной город потерпит неудачу, игра будет проиграна, даже если внешние колонии процветают. В дальнейшем игроки смогут использовать торговые маршруты и воздушные пути для обмена ресурсами между колониями. Frostpunk 2 выходит на ПК 20 сентября и будет доступна с первого дня через PC Game Pass. Консольная версия выйдет позже. Владельцы Digital Deluxe Edition получат три будущих DLC, внутриигровой предмет и ранний доступ к игре за 72 часа. На сегодня это все, ребят. Я по традиции с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это Аруджи Пульс. Следите за новостями Репаблику Геймерс. Будьте с нами, держите руку на пульсе. Будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока. Репаблику Геймерс